Основателями упомянутой сети ресторанов стали «Братья Макдональдс». Первое изведение было открыто в 1940 году. Главной концептуальной особенностью сети стало быстрое обслуживание. Это подходило под деловой стремительный ритм жизни американцев, а потому кафешки недорогого фастфудовского питания сразу нашли своих клиентов. «Братья Макдональдс» заметно сократили рацион традиционных для штатов блюд общепита с 25 до всего лишь 9 – это были кофе, молочные коктейли и непосредственно молоко, картофель фри, чипсы, пирожки, гамбургеры, чизбургеры, а также прохладительные напитки. Позже в бизнесе «Братья Макдональдс» появился более чем предприимчивый человек по фамилии Крок, который приобрел у них право пользоваться технологией, а также именем сети закусочной. Тот поставил дело на широкую ногу, и паутина ресторанчиков быстрого питания стремительно окутала весь мир, в том числе и современную Россию. В связи со стремительной макдонализацией земного шара забили тревогу врачи. Подобная пища по определению очень вредна для организма, она приводит к быстрому ожирению и сопутствующим неприятностям. Но сеть «Макдональдс» – это громадное налоговое отчисление, а потому медики, несмотря на все аргументы против фастфудовского питания, проигрывают этой мегафабрике по производству толстяков. Между тем, в Соединенных Штатах Америки ожирение стало второй после курения причиной смертности. Англичане, перенявшие от американцев страсть к фастфудам, стали умирать по причине ожирения в два раза чаще. И еще на первое место среди напитков, которые употребляют дети, выходит непременная в «Макдональдсах» шипучка кола. А это тоже ведет к ранним и тяжелым заболеваниям. Современные дети пьют колы в 30 раз больше, чем всего несколько лет назад. А в США при попустительстве разжиревших на фастфудовских меню родителей колу пьют даже двухлетки. Да и в принципе, вся система фастфудов рассчитана преимущественно на детей и подростков, которые в силу отсутствия элементарных знаний и жизненного опыта поглощают весь «Макдональдсовский» рацион, не заботясь о собственном здоровье. Вот что думают о фастфуде в целом и его главном мировом апологете сети «Макдональдс» – рязанцы. Если люди едят очень много, то, что заказывают много колы и картошки, то это их проблема. А если съедят в рамках нормы, то проблем не будет. И вообще, я считаю, что нападки на «Макдональдс» – чисто политическая вещь. Ресторан на быстром питании, как «Макдональдс» «Бургер Кинг» посещаете? Не, не посещаем. А как кажется вам, еда, которую там готовят, она полезна для организма, вредна? Да я не знаю, фастфуд, что, это, как, не знаю, вредит, наверное, здоровью, что поделаешь-то. Но они нужны в городе? Да я думаю, нет. Зачем они нужны? Чтобы люди травились. Но единственное, что у них сервис удобный, быстрый. Кто-нибудь бы придумал какие-нибудь щи по-быстрому, чтобы ночью заехал, в машине щи купил, поел. Вот это да, это я понимаю. Рестораны быстрого питания, типа «Макдональдс», «Бургер Кинг» посещаете? Нет. А как вот считаете, вот пища, которая там вот готовится, она полезна, вредна? Нет, она не полезна. Ее лучше закрыть и открыть какую-то национальную кухню. Пускай наше правительство подумает, там, или жители города, или бизнесмены, чтобы открыть хорошую вкусную еду, понимаете. Там у нас, ну, хорошая национальная кухня или кухня Кавказа, а «Макдональдс» его кушать нельзя. Ну, мне кажется, не очень питание, больше домашнее. Ну, то есть, лучше бы, если бы вот эти сети, ну, их, может быть, и не было, а были бы какие-то другие. Да. Ну, полезное, чтобы было питание. Да, чтобы было полезное питание, чтобы больше открывалось, знаете, кафе с какими-то вегетарианскими блюдами. Больше так предпочитаю.